Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем рассматривать Евангелие от Марка на библейском портале экзегет. Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресников. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Вот эти первых два стиха говорят нам о той степени озлобленности, которую имели книжники и первосвященники, и фарисеи, озлобленности против Христа, с одной стороны. Но с другой стороны свидетельствуют стихи еще и о том, что они прекрасно понимали, что Иисус в глазах народа есть обетованный священный царь, и поэтому решение, которое они принимают, убить и взять его хитростью, сопряжено еще со словами, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Праздник Пасхи, который длился восемь дней, вот-вот должен был прийти. И по объяснению толкователей, они решают, что после того, как пройдут все эти восемь дней, и толпы людей, миллионы людей покинут Иерусалим, а Христос останется в небольшом количестве с учениками там, его можно будет взять и уничтожить. Но они не предполагали, что найдется предатель из числа учеников Христовых, который сможет осуществить их план еще до праздника, то есть стремительно пойдут развиваться события. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокоженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из нарды чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. «Предварила помазать тело мое к погребению, истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Это событие традиционно именуется вифанским помазанием. Если мы посмотрим в литургические тексты или литургическое богослужебное предание нашей церкви, то событие выпадает на Великую Среду. Но внимательный читатель или исследователь четверо Евангелия знает о том, что это событие очень похоже с тем, которое будет описано в Евангелии от Иоанна. Но в Евангелии от Иоанна оно будет приходиться на день перед входом Иисуса в Иерусалим. События, которые мы имеем у Матфея, здесь у Марка и события, которые есть у Иоанна, очень похожи между собою. Похожи практически дословно. Но еще раз скажем, что у Иоанна это событие выпадает на день перед входом Иисуса в Иерусалим. И вот у толкователей иногда встает вопрос, не одно ли это же это событие? Или все-таки было два помазания так называемых? Одно было накануне входа в Иерусалим, описываемое у Иоанна, а другое здесь в Великую Среду. Вот чтобы ответить на этот вопрос, хотя надо признать, что проблема эта хронологическая не разрешена до сих пор, мы должны обратить внимание на то, что говорят ученики Иисусу. Они, после того, как женщина разбивает сосуд с драгоценным миром, предлагают Христу, что нужно было бы продать это мир за огромную сумму денег, 300 динариев. Это сумма, которая равняется по нашим деньгам, современным деньгам, нескольким миллионам рублей. Итак, продать и раздать нищим. И Господь им отвечает, что нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. И не смущайте женщину. Это здесь, в Евангелии от Марка. А в Евангелии от Иоанна Иуда, от лица всех апостолов, ставит то же самое предложение перед Христом и получает ответ, это 12 глава, кому интересно, можно проверить по Иоанну, и получает ответ практически такой же. То есть, если в субботу, накануне входа в Иерусалим по Иоанну было это событие, то, случившись в среду повторно, должны были ли ученики, поскольку прошло всего три дня, опять поставить вопрос о продаже этого драгоценного мира, может быть, в руках у другой женщины, и получить, и услышав от Христа, тот же самый ответ, который уже три дня назад слышали. Вот здесь мы должны сказать, принять версию, если говорим о двух помазаниях, что ученики или непонятливы, или имеют плохую память. И вот ответ на вопрос может лежать в другой плоскости. Не исключено, что евангелист Марк дает эту историю вифанского помазания не в хронологической последовательности описания событий, то есть было помазание, потом Иуда пошел предавать, а вспоминает эту историю в связи с тем, чтобы показать причины, по которым Иуда в Великую Среду действительно идет и предает Иисуса на смерть. Сам союз, которым вводится повествование о вифанском помазании, это начало третьего стиха 14 главы, и когда был он в вифане, допускает, что событие могло быть и заблаговременно. А вот то, что происходит с Иудой, да, это событие вскрывает. Вскрывает именно сребролюбие одного из учеников Господа. Сребролюбие, как страсть, о котором, конечно, Господь знал относительно Иуды. «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцатих, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его». Вот в данном случае, что значит «удобное время», чтобы предать Иисуса, предать Иисуса? В Евангелии от Луки этот момент объяснения неоднократно показывает. То есть в данном случае, поскольку первосвященники, и мы об этом уже сказали сегодня, и фарисеи боялись народа, удобным временем должно было быть то, когда Иисус находился бы без народа, в окружении только ближайших учеников, то есть в малом количестве со своими учениками находился, его было бы удобно взять. И вот дальше здесь начинается повествование о тайной вечере, так называемой, или о пасхальной трапезе, которую совершил Господь со своими учениками. Двенадцатый стих. В первый день опресноков, когда заколали пасхального акца, говорят ему ученики ЕГО, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того». Учитель говорит, «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» «И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». «И пошли ученики ЕГО, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Это предваряющее повествование о тайной вечере. И вот здесь мы видим один важный момент, на который, обращая внимание, понимаем, почему вечере называется тайной. Мы видим, что Христос очень конспиративно ученикам объясняет, где приготовить нужно будет Пасху. То есть не называет адреса, а, пользуясь своим всеведением и всемогуществом, указывает на то, как найти эту комнату, где Пасха должна будет приготовлена. Почему так Христос поступает? Ну вот по объяснению толкователя, опять же, ответ на этот вопрос очень прост. Среди прочих учеников, которые слышат слова Христа о том, где Пасху следует приготовить, находится и Иуда, который уже ищет удобного времени, чтобы предать Иисуса первосвященникам и книжникам. Господь, конечно, не мог допустить, чтобы не было установлено таинство Евхаристии, главнейшее таинство, которое будет дано Церкви, спасительное таинство на все века. И поэтому, для того, чтобы Иуда не знал точно адреса и не привел туда или не указал этот адрес зложелателям, где можно взять Иисуса, Господь так загадочно объясняет, где сделать пасхальную вечерю. Но согласно преданию, скажем, что это Сионская горница. Но есть еще одна небольшая проблема, которая при формальном подходе, подходя к повествованию и евангелиста Матфея, и Марка, и Луки, мы невольно увидим. Итак, 12 стих звучит так. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца». То есть, поскольку у иудеев Пасха наступала 14-го Ниссана, первого месяца годового, то, естественно, здесь требовалось, согласно ветхозаветному законодательству Моисееву, выбрать или вынести из дома все квасное. И, соответственно, Пасха наступала в ночь, когда, в ночь с 14-го на 15-е Ниссана. Но, согласно учению церкви, Христос пострадал в этот день. И встает вопрос, не ошибается ли евангелист Марк, говоря о том, что дни опресноков наступили. Если бы дни опресноков наступили, то Христос не смог бы установить таинство Евхаристии на квасном хлебе. Его не должно было быть в доме. И вот это нестыковка. Как выйти из данной ситуации? Если мы посмотрим в Евангелие от Иоанна, опять же, то увидим, что у Иоанна абсолютно точно утверждается то, что с 14-е на 15-е Ниссана Христос именно пострадал сам. А Пасху вкусил со своими учениками на день раньше. То есть не 14-го, а 13-го Ниссана, когда еще дни опресноков не пришли. И тогда встает вопрос, еще, наверное, более коварный Иисус как Христос, то есть как Мессия, который пришел закон не нарушить, но исполнить, мог ли нарушить закон в отношении соблюдения правил праздника Пасхи и вкушения Пасхальной вечери. Вот чтобы выйти из такой данной трудной достаточно ситуации, можно сказать, до сих пор окончательно неразрешенной, высказана была масса гипотез и предположений, но представляется одна из гипотез, наиболее вероятной, которая в каком-то смысле может все под общий знаменатель подвести. Дело в том, что в тот год, когда пострадал Господь, праздник Пасхи выпадал с пятницы на субботу в день. То есть пасхальный день мог прийти у ветхозаветных уйдеев, понятно, на любой день недели. И вот в год, когда Господь пострадал, с 14 на 15 нисана дни приходились с пятницы на субботу. А что это значит? В то время закон субботнего покоя соблюдался и оставался в силе, даже если на него выпадал праздник Пасхи. Иоанн неслучайно скажет в своем Евангелии, был велик день той субботы, то есть Пасха на него приходилась. А поскольку день субботнего покоя регламентировал невозможность приготовить пищу, то, соответственно, в таких случаях, когда Пасха выпадала с пятницы на субботу, пасхального арнца заколали на день раньше и приготовили его. А вот когда его можно было вкусить на день раньше, тотчас по приготовлению, или же непосредственно с пятницы на субботу, закон не регламентировал. И мы знаем, что согласно Евангелию от Иоанна иудеи не войдут в приторию, то есть в землю язычника, когда приведут Христа перед Пилатом, чтобы не оскверниться, но чтобы им есть Пасху. Дальше, наверное, вот еще о чем важно сказать. Все-таки в Иерусалим на праздник Пасхи приходило огромное количество людей. По свидетельству древних несколько миллионов, 4-4,5 миллиона могло собираться на праздник Пасхи. Естественно, все они, собравшись или разделившись на небольшие группки людей, по 10 человек, должны были совершить пасхальную трапезу. Как это можно было сделать при таком огромном количестве людей? Не исключает, что беднякам разрешалось это сделать накануне, которые не имели больших средств для того, чтобы, как бы мы сейчас сказали, снять для себя комнату, где можно было осуществить эту пасхальную вечерю. А те, кто был побогаче, ну или поортодоксальнее, конечно, делали это в положенное время. И вот здесь мы выходим из ситуации и говорим, что да, Христос со своими учениками накануне праздника Пасхи, то есть когда еще дни опресноков не установлены были, но пасхальный агнец был приготовлен, Пасху вкушает. А непосредственно при наступлении дней опресноков, при наступлении самого праздника Пасхи, он сам, как наша истинная Пасха и агнец, приносит в себя на заклание. Читаем дальше, 17 стих. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал им, истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим, не я ли, и другой не я ли. Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Вот повествование об открытии предателя. Так оно традиционно называется. И здесь, наверное, мы видим один очень важный момент, который все-таки не может не броситься в глаза. Христос очень четкие дает критерии того, кто будет предавший его один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Что это значит? Это значит, что предатель сидел в непосредственной близости от Христа. Традиционно, когда мы смотрим на икону Тайной вечери, мы знаем, что Иуда с мешотцем с мешком сидит немного поодаль от всех, очень задумчивый, омраченный, но было ли так на самом деле? Вот здесь святые толкователи высказывают предположение, что Иуда был не только сребролюбец, но и наглец, и должен был сесть прямо и непосредственно рядом со Христом по своей наглости, хотя первоверховным апостолом, то есть первым по чести был апостол Петр. Откуда мы это знаем? Мы это знаем опять же из Евангелия от Иоанна, где видим, что апостол Петр знаками просит сидящего еще одного ученика непосредственно, как говорит Евангелие, возлежащего на Тайной вечере на груди у Иисуса спросить, кто будет предатель. То есть Петр находится как раз поодаль, а Иуда находится рядом. И это дает ему возможность вместе с Христом действительно обмакнуть в блюдо тот кусок ветхозаветного угощения, который полагалось есть всем. Но с другой стороны встает еще один вопрос у исследователей очень, наверное, серьезный и важный. Причастился Иуда или нет? Вот к сожалению Евангелие от Марка не дает нам очень внятных и четких возможностей утверждать да или нет, потому что после слов Христа о том, что среди прочих апостолов находится предатель, сразу начинается повествование об установлении таинства Евхаристии. Но после этого повествования не говорится об Иуде ничего. Там он находится или не там. Итак, читаем 22 стих И когда они ели Иисус взяв хлеб благословил преломил дал им и сказал приимите едите сие есть тело мое и взяв чашу благодарив подал им и пили из нее все и сказал им сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемое истинно говорю вам я уже не буду пить от плодолозного виноградного до того дня когда буду пить новое вино в царстве божьем и воспев пошли на гору Елеонскую вот современная библейская критика полагает все-таки что евангелист Марк указывает на то что Иуда вышел до начала установления таинства Евхаристии иными словами не причастился нечто нечто подобное можно сказать возможно мы говорили и по евангелию от Матфея но мы имеем евангелие от Луки которая как мы знаем согласно его особенностям отвечает за четкую хронологическую последовательность и вот согласно этому евангелию Иуда причастился и после этого вышел для того чтобы Господа предать Евангелие от Луки скажет очень просто по причащении вошел в него сатана но для нас здесь важен еще и другой вопрос может быть который сопряжен с самим текстом по описанию установления таинства Евхаристии мы работаем со священным писанием по тексту синодального русского перевода смотрите как интересно получается когда речь идет о словах колоссальной важности для верующего человека переводчики не в состоянии написать это по-русски они пользуются славянским языком церковно славянскими терминами для того чтобы передать читателю возвышенность описываемого и так дал им и сказал 22 стих примите ядите сие есть тело мое здесь мы видим используются термины и слова которых в русском языке в принципе нет 24 стих и сказал им сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемые вот это сие есть это все-таки формы церковно славянских грамматических конструкций и воспев пошли на гору Елеонскую вот в данном случае вот то что было воспето и что было по дороге на гору Елеонскую мы конечно можем найти в повествовании Евангелия от Иоанна по сути дела развернутый рассказ о том что было тотчас после установления таинства Евхаристии и по дороге на Елеонскую гору этому соответствует или это отражает так называемая прощальная беседа Евангелия от Иоанна которая содержится в конце 13 14 15 16 и 17 главах 27 стих и говорит им Иисус все вы соблазнитесь о мне в эту ночь ибо написано поражу пастыря и рассеются овцы по воскресенье же моем я предварю вас в Галилее Петр сказал ему если и все соблазнятся но не я и говорит ему Иисус истинно говорю тебе что ты ныне в эту ночь прежде нежели дважды пропоет петух трижды отречешься от меня но он еще с большим усилием говорил хотя бы мне надлежало и умереть с тобою не отрекусь от тебя тоже и все говорили ну вот этот момент предсказания Иисуса об отречении Петра надо сказать или вспомнить то что за евангелистом Марком стоит апостол Петр его авторитет рассуждая об особенностях этого Евангелия второго Евангелия мы пытались обозначить то что Петр все что было связано с его возвышением в числе других учеников умалчивает в этом Евангелии а все что отражает его именно как простого и одного из апостолов а с другой стороны раскрывает вот всю как бы безну падения которую он прошел дается в величайших подробностях мы можем сказать что вот этот отрывок соответствует данной особенности поскольку только евангелист Марк говорит о том что петух должен был пропеть дважды ну вот по поводу слов Петра если и все соблазнятся но не я вот этот вот это слово соблазняться греческий термин скандал соответствует о том что все испытают страшную бурю неимоверную бурю прежде всего в душе своей когда столкнуться с тем что постигнет Господа Иисуса Петр уверен что с ним этого не произойдет но Господь ему очень четко говорит и обозначает что он тоже отречется от него пришли в селение называемое Гефсимания и он сказал ученикам своим посидите здесь пока я помолюсь и взял с собой Петра Иакова Иоанна и начал ужасаться и тосковать и сказал им душа моя скорбит смертельно побудьте здесь и бодрствуйте и отойдя немного пал на землю и молился чтобы если возможно миновал его час сей и говорил Ава Отче все возможно тебе пронеси чашу сию мимо меня но ничего я хочу а чего ты возвращается и находит их спящими и говорит Симон ты спишь не мог ты бодрствовать один час бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр плоть же немощна вот начало повествования так называемом гефсиманском молении и мы видим что здесь Христос берет с собой на гефсиманскую в гефсиманский сад трех ближайших учеников Петр Яков Иоанн Боженный Феофилак замечает что это именно те кто были с ним на горе преображения то есть знали что Господь по собственной воле пришел для того чтобы пострадать что Он есть истинный Сын Божий и то что сейчас будет происходить с Иисусом должно было бы их убедить этих первых апостолов что все идет по Писаному но тот ну что ли страшный накат волны омрачения которые уже не могут не чувствовать ученики настолько был сильным и страшным что они погружаются в сон Евангелие от Луки скажут что они спали из-за отчаяния из-за уныния то есть здесь срабатывают механизмы человеческого организма для того чтобы выйти за пределы реальности страшной реальности в которой ученики оказались они просто погружаются в сон в коматоз а Господь молится и говорит им душа моя скорбит смертельно побудьте здесь и бодрствуете а слова молитвы а во отче все возможно тебе пронеси чашу сью мимо меня но ничего я хочу а чего ты вообще если следовать Евангелию от Луки о которой мы когда-то даст Бог поговорим то троекратное моление шло по возвышение в подчинении делу божественного домостроительства то есть сначала Господь просил Бога чтобы чаша миновала потом исповедовал что пусть будет все по воле Божией а потом только третий раз нашел в себе силы сказать что не моя воля твоя да будет но Евангелие от Луки очень здесь даст нам ну что ли драматичный драматичную деталь очень то что Господа даже будет укреплять ангел в этом молении и капли пота будут падать как капли крови от тех ну что ли предельных напряжений сил человеческих Господа которые в которых он будет находиться ну действительно смерть которую Бог не сотворил была настолько она и для каждого из нас противоестественная но настолько была для Бога противоестественно пришедшего во плоти что он действительно начал ужасаться как говорит священное писание и вот это нежелание принять смерти выразилось в его словах в том числе пронеси чашу сию мимо меня но в данном случае Господь человеческую волю полностью согласует с божественной подчиняет ее и показывает что только через смерть принятие смерти через акт того чтобы смерть вечную впустить свое естество которое может произойти именно в акте вот этого претерпевания смерти может произойти спасение человека но еще обращает внимание здесь святые отцы на один на одну важную деталь почему так молится Христос как это ни странно может быть будет звучать но Господь в гефсиманском молении преследует еще одну очень важную цель не отогнать дьявола от себя он должен и здесь во время гефсиманского моления дьявола заставить действовать против него точно так же как дьявол действует против каждого человека в момент смерти и поэтому вот это своего рода не четкость нерешительность то что Христос ужасается это все должно заставить дьявола убедиться что перед ним человек в первую очередь и действовать против него именно как против человека тогда Господь в полноте испытает то что испытывает каждый из нас в момент смерти и в полноте соответственно вечную смерть победит как мы говорим смертью Господь смерть попрал и опять отойдя молился и сказал тоже слово и возвратились и возвратившись опять нашел их спящими ибо глаза у них отяжелели и они не знали что ему отвечать ну вот этот момент мы уже попытались прокомментировать но видим что вот эта бодрость и молитва которая должна была сопровождать учеников к сожалению у них не состоялось и они впали в искушение и приходит в третий раз и говорит им вы все еще спите и почиваете кончено пришел час вот предается сын человеческий в руки грешников встаньте пойдем вот приблизился предающий меня вот в данном случае здесь как только господь поставил последнюю точку в деле соподчинения своей человеческой воле воле божественной по сути дела приходит тот момент когда господь должен будет быть взят и уничтожен и вот эти слова встаньте пойдем вот приблизился предающий меня хотя еще никто не приблизился и апостолы никого еще не видели близко конечно свидетельствуют еще и еще раз о том что господь как бог пришедший во плоти является всеведущим и наверное самое главное что он по своей собственной воле идет на распятие для того чтобы спасти человеческий род 43 стих и тотчас как он еще говорил приходит иуда один из двенадцати и с ним множество народа с мечами и колиями от первосвященников и книжников и старейшин много ли народа пришло с иудой ну вот одно из евангелий укажет на спиру и здесь конечно возможность представить то что это была огромная толпа людей ну не меньше сотни конечно мы можем вполне поэтому никаких шансов уйти от пришедших чтобы взять иисуса конечно кроме как убежать у апостолов не было предающий же его дал им знак сказав кого я поцелую тот и есть возьмите его и ведите осторожно ну почему осторожно потому что если увидит или услышит народ который находится сейчас уже здесь в преддверии праздника пасхи то тем кто возложит руки на иисуса не сдобровать и иуда это понимает конечно и придя тотчас подошел к нему и говорит рави рави и поцеловал его они возложили на него руки свои и взяли его ну вот так по сути дела очень тихо и в то же время для всех понятно иуда предает иисуса указывая что это именно он конечно ночи которые были они были очень темными как известно на ближнем востоке была ночь темная и увидеть в темноте достаточно сложно было сразу поэтому вот необходимым был вот этот жест который сделал иуда они возложили на него руки свои и взяли его один же стоявших тут извлек меч ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо тогда иисус сказала как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями чтобы взять меня каждый день бывал я с вами в храме и учил и вы не брали меня но даст будучи писания тогда оставив его все бежали один юноша завернувшись по ногому телу в покрывало следовал за ним и воины схватили его но он оставив покрывало ногой убежал от них ну вот по поводу того что один из стоявших тут извлек меч ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо вот евангелие от марка не называет по имени того кто это сделал хотя другие евангелия указывают не только имя апостола это петр но и имя раба первосвященникова но в данном случае момент почему не говорится о том что это был апостол петр для нас в каком-то смысле понятен петр не хочет марку давать возможность написать что-то чтобы прославлял его потому что все-таки найти в себе храбрость и заступиться за иисуса в этот момент это стоило дорогого хотя согласно евангелием господь другим не осуждает этого апостола но все-таки но все-таки говорит очень важное учение о том что не мечом спасается человек ну и вот дальше господь здесь указывает на злодейство на коварство плана первосвященников свидетельствую о том что по трусости своей и по невозможности развенчать его публично в глазах народа как мессию они поступают вот таким вот образом очень скрытно и в тайне от всех берут Христа под стражу но по всей вероятности все-таки процесс ведения Христа уже в дом первосвященникова определенным шумом сопровождался и тот кто недалеко жил от этого места возможно услышав шум вышел на улицу чтобы посмотреть что происходит и вот здесь мы видим повествуется об одном из юношей который завернувшись по ногому телу в покрывало следовал за ним вот толкователь объясняет то что для того чтобы как можно скорее увидеть что там происходит на улице как спал человек так и накинув на себя нечто вышел для того чтобы посмотреть а увидев кого ведут начал следовать за Иисусом но воины схватили как последователя может быть посчитав что следует за ним его последователи Иисуса этого юношу и он оставив в их руках покрывало убежал ногим от них надо сказать что вот этот 50 фрагмент 52 стихи он здесь очень самобытен в четверо евангелий имеется только в этом месте и поэтому по объяснению уже древних толкователей не исключено что здесь мы имеем автограф автора второго евангелия то есть евангелист Марк говорит здесь о себе ну тогда получается что в дни общественного служения Христова Марк был юношей 53 стих и привели Иисуса к первосвященнику и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня но вот здесь мы видим что Петр еще проявляет свое усердие в данном случае и конечно мужество и решительность и пользуясь темнотой пользуясь тем что Иисуса сопровождает немалая толпа людей в этой толпе идет и входит даже внутрь двора первосвященникова ну вот какую возможность благодаря чему он получает в дом двора первосвященникова войти ну можно здесь в общем-то наверное объяснить тем что он и Иоанн тоже шел за Господом и поскольку Иоанн был знаком со служителями первосвященникова двора их пропустили вместе с прочими первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса чтобы предать его смерти и не находили ибо многие лжесвидетельствовали на него но свидетельств и сии не были достаточно и некоторые встав лжесвидетельствовали против него и говорили мы слышали как он говорил я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный но и такое свидетельство их не было достаточно ну что здесь происходит в данном случае конечно первосвященники книжники должны очень быстро найти причины по которым Господь мог бы быть обвинен в смерти почему это нужно было сделать для того чтобы Пилат успел до наступления праздника Пасхи подписать смертный приговор для того чтобы уничтожить Иисуса дело в том что поскольку Палестина иудея находилась под властью римлян то смертные приговоры Синедрион как верховное судилище иудеев не мог подписывать но не мог реализовывать без утверждения данном случае этого приговора прокуратором и вот здесь ищутся предпринимаются попытки обвинить Иисуса в смертном грехе за который полагалось по ветхозаветному законодательству смерть говорится о том что многие лжесвидетельствовали на него но свидетельств и сии не были достаточно и как один из примеров приводится то что некоторые говорили мы слышали как он говорил я разрушу храм сей рукотворенный через три дня воздвигну другой нерукотворенный ну похожие слова мы действительно найдем в начале евангелия от иоанна которые принадлежали действительно господу иисусу это в начале общественного служения согласно евангельской хронологии общепринимаемой когда когда господь в первый раз посетил и очистил русалимский храм то в данном случае ему принадлежат слова такие разрушьте храм сей рукотворенный это вторая глава евангелия от иоанна и я воздвигну другой нерукотворенный ну вот приписочка здесь которая имеется в евангелии от марка но и такое свидетельство их не было достаточно ну вот в данном случае может поставить вопрос почему оно не было достаточно вообще вот славянский термин более точно отражает греческий текст и говорит о том что свидетельство их небе равно то есть свидетельства были неравными дело в том что свидетели ну в данном случае лже свидетелей обязаны были выслушивать не вместе заводя пред синедрион а по отдельности и только в том случае если свидетельство одного совпало точно абсолютно со свидетельством другого который по отдельности рассказывал о том в чем он обвиняет или о чем он свидетельствует то тогда можно было бы действительно сказать что призывал к тому Господь чтобы храм разрушить но поскольку не совпадали по частностям даже свидетельство одного и свидетельство другого их свидетельства Не было достаточно Тогда первосвященник встал посреди И спросил Иисуса То есть вышел на середину перед всеми Что ты ничего не отвечаешь Что они против тебя свидетельствуют Но он молчал и не отвечал Ничего Опять первосвященник спросил его И сказал ему Ты ли Христос Сын благословенного Иисус сказал я И вы узрите сына человеческого Сидящего одесную силы И грядущего на облаках небесных Тогда первосвященник Разодрав одежды своей Сказал на что еще нам свидетелей Вы слышали богохульство Как вам кажется Они же все признали его повинным смерти Итак В чем заключалось богохульство Понятно богохульство заключалось в том Что Иисус признавал себя Сыном Божиим и истинным Мессией Вот это не могли принять Первосвященники и книжники И видели в этом Свидетельстве Иисуса о себе Именно богохульство А богохульникам По ветхозаветному законодательству Полагалась смертная казнь Их или сбрасывали с высокой горы Или же побивали камнями Но в любом случае Смерть здесь была очевидна Как казнь за богохульство Вот в этом отрывке Который мы только что прочитали Мы находим одно из редчайших свидетельств В четверо Евангелии вообще Где Иисус не косвенно А прямо Именует себя истинным Мессией И Сыном Божиим Ты ли Христос Спрашивает первосвященник Сын благословенного Я говорит он И вы узрите Сына человеческого Сидящего одесную силу И грядущего на облаках небесных Чтобы у слушающих здесь Господа не возникло Никаких сомнений Правильно ли они поняли Что Иисус говорит о себе Как о Христе Он здесь еще ссылается на То что они увидят Его сидящего одесную силы И грядущего на облаках небесных Вообще один из мессианских титулов Который имели Ветхозаветные учители О Христе О своем священном царе Был титул такой Сын облака Вот в данном случае Господь указывает на это И признается повинным смерти Деталь Которую здесь Мы в общем-то Находим Она очень Тоже здесь Такая как бы Очевидная 63 стих Тогда первосвященник Разодрав одежды Сказал Разодрав одежды Свои Сказал На что еще нам свидетелей Вообще раздирание одежд У людей Того времени Оно значило Глубочайшую скорбь И протест против Несправедливости Которую человек испытывает Но Первосвященнику По законодательству Раздирать одежды Запрещалось И то что Вот в этом Так сказать Эмоциональном Порыве Сделал Первосвященник По объяснению Толкователей Свидетельствовало Свидетельствовало О том Что одежды Ветхозаветного Архиерейства Были разодраны Оно Закончилось Оно было Ими Ими же самими Упразднено И некоторые Начали плевать На него И закрывая Ему лицо Ударять его И говорить ему Про реки И слуги Били его Полонитом Вот в данном Случае Тотчас как Господь Был Объявлен Богохульником И Соответственно Стал В глазах Всех прочих Заслуживать Смерти Те Кто находились В доме Первосвященника Этой ночью Стали Тотчас Издеваться Над ним Ну То есть В данном Случае Срывать Ту злость Ту ненависть Которую Копилась В их Душах Уже Не один год Когда Петр Был на дворе Внизу Пришла Одна из Служанок Первосвященника И увидев Петра Греющегося И всмотревшись С него Сказала И ты был С Иисусом Назорянином Но он Отрекся Сказав Не знаю И не понимаю Что ты говоришь И вышел Вон На передний двор И запел Петух Служанка Увидев его Опять Начала Говорить Стоявшим Тут Этот Из них Он Опять Отрекся Спустя Немного Стоявшие Тут Опять Стали Говорить Петру Точно Ты Из них Ибо Ты Галилеянин И наречие Твое Сходно Он же начал Кляться И божиться Не знаю Человека Сего Петух Запел Во второй Раз И вспомнил Петр Слово Сказанное Ему Иисусом Прежде Нежели Петух Пропоет Дважды Трижды Отречешься От меня И начал Плакать Вот Описывается Так Отречение Петра Здесь Предельная Подробность В отличие От прочих Евангелий Еще раз Скажем Говорится О том Что Петух Дважды Пропел А Петр Отрекается Ступенчато То есть В данном Случа Слова На вопрос Служанки Первосвященника И ты был С ним С Иисусом Назарянином Нет Я как бы С ним Не был Он Отрекается Не знаю Не понимаю Что ты Говоришь То есть Тут Достаточно Вообще А потом Когда Служанка Его Начинает Опять Указывает На него Как На Того Кто Был С Иисусом Петр Сказано Опять Отрекся Ну вот По каким Причинам Петр Отрекается Конечно Он хочет Идти до конца Вместе С Господом И понимает Что если Сейчас Он скажет Что он Да Был С Господом Он Тотчас Будет схвачен И возможно Уничтожен Может быть Здесь мы Должны сказать Что Петра Не беспокоит Его смерть Но он Хочет Быть С Господом А вот Третий раз Видите Когда его По сути дела Обвиняют Ну практически Уже Сто процент Но Потому что Несколько Людей А не один Два Три Свидетеля Четыре Говорят Точно Ты из них Даже речь Ну как Галилея Галилеяне Говорили На таком Искаженном Немножко На речи Исходно Он Начал Вот здесь Уже Клясться И божиться Не знаю Человека Сего О котором Вы говорите Вот По сути дела Происходит Опять же Может быть Из Хороших И великих Побуждений Это отречение Но Трижды Отрекается Петр Поскольку Петух Второй раз Пропев Напоминает Ему О том Что это Должно Было Произойти Надо сказать Что согласно Другим Евангелиям Когда Петух Пропел А Петр Третий раз Отрекся Господь Посмотрел На Петра Встретился С ним Глазами Петр Не заплакал Тотчас Чтобы Опять же Не обнаружить Себя Перед другими Но Выбежал Со двора И потом Только заплакал Конечно Это Судьбы Божии Мы знаем Что Петр Будет Потом Восстановлен За свою Любовь К Христу В апостольском Достоинстве Но Промысл Здесь Божий Видится Еще Конечно И в другом Помимо Того Что Христос Свидетельствует Петру О том Что Во главу Угла Нашего Спасения Должно Быть Поставлено Смирение Человеческое Помимо Любви Десница Божия Здесь Сохраняет Апостола Петра Для Будущей Проповеди По Вселенной О Том Спасении Которое Христос Совершил Если Бы Здесь Петр Был Уничтожен Был Убит То Кто Знает Какой Бо Эта Проповедь Была И вообще Состоялась Ли Она На этом Мы Заканчиваем Чтение И рассмотрение 14 главы Евангелия От Марка Убит 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 Продолжение следует...